Это высокое признание вашего спортивного таланта и мастерства. Артём Чеботарёв уже два дня как чемпион Европы. Впервые за всё время спортивной карьеры его поздравил губернатор. Боксёр признаётся, что времени попить чай сейчас нет. Звонки с поздравлениями одолели. Вот у него всякие, видите, шлема, перчатки. Сумка до сих пор не разобрана. А вот экипировку мама Артёма уже готовит к следующим турнирам. Болела она за сына и на трибунах московского ринга. Особенно когда гимн играет Россия, ты вообще что-то, аж мурашки по телу думаешь. Особенно в честь, когда твоего сына играет. Это, ну, как сказать, непередаваемое ощущение. Внимание в этом бою. Одержал победу и стал чемпионом Европы 2010 года Артём Чеботарёв, Россия. Церемонию награждения Артём пересматривает второй раз. Вместе с девушкой сравнивают впечатления. Его возлюбленная тоже ездила на финал чемпионата. Специалисты назвали бой россиянина Чеботарёва и ирландца Даррена Унила самым зрелищным. Я представляю, как сейчас внимательно смотрят саратовские болельщики этот поединок. Потому что давно в Саратове не было ярких боксеров. Вот появился Чеботарёв. Артём за Московскую область выступает уже несколько лет. Местные спортивные чиновники в своё время помогать ему отказались. Поэтому отстаивать честь нашего города Артём вряд ли будет. Финансовое положение было тяжёлое даже. Искали спонсоров в Саратове. Никто не помогал, не хотел. А вот сейчас все хотят. А что ты боксируешь за Саратов? Ну сейчас это, конечно, легко говорить. А в тот момент никто не хотел помогать. Сейчас Артём Чеботарёв на пике карьеры. Спортсмен становится лучшим на соревнованиях уже три года подряд. Вместе с победами и поражениями боксёр считает и свои травмы. Скажи, травмы какие у тебя были? На мой нос, да, смотрите? Сейчас у Артёма каникулы. На тренировку он ходит, чтобы не потерять форму. В этом году спортсмену ещё предстоит первенство страны. А цель номер один – чемпионат мира в 2011 году. Будет чемпионат мира. Там всё будет решено. Все путёвки будут выдаваться на Олимпиаду и на чемпионате мира. Артёма Чеботарёва теперь узнают на улице и просят автографы. После этой победы в саратовском спорте появилась ещё одна олимпийская надежда. Екатерина Савина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.